Прокуроры Шимкента возьмутся за городские стройки. Они проверят, законно ли проводятся работы на новых объектах, а также тех, которые реконструируют. Только в прошлом году было выявлено 90 незаконных регистраций уведомлений о начале строительства. Кто-то вообще приступал к работе без правоустанавливающих документов. Причем таким способом Шимкенте строили не только некоторые бизнес-объекты, но и жилые дома, а потом еще их умудрялись подключать к коммуникациям. Последнее особенно возмущает прокуроров, а также чиновников и депутатов, ведь неправомерное подключение к тому же газу и электричеству запросто может привести к трагедии. Марина Низовкина продолжит тему. На первых этажах в многоэтажках Шимкента уже давно никто не живет. В них работают салоны красоты, аптеки, кафе, донервные магазины. А вот насколько они это законно делают, вызывает вопросы. Дома прошлого века, 50-х годов, 60-х годов, и мы видим, что пристройки к ним появляются. Необходимо обследование этого объекта, плюс еще необходимо там же конструктивные изменения, поэтому необходима проектно-самерная документация с экспертизой. Мы видим, что некоторых этих нет, но они эксплуатируются. И я видел, что сегодня ГАЗ заявил, что по некоторым таким объектам идут судебные тяжбы на предмет приостановления эксплуатации. Такое внимание к перестроенным помещениям после трагедий в Алматы и в Уральске. Камни летели в огород сотрудников ДЧС. Мол, бесконтрольность на этапе строительства приводит к тому, что между этажками не соблюдаются противопожарные расстояния, а объекты, работающие без правоустанавливающих документов, умудряются подключаться к коммуникациям. ЧСники оправдываются. Уже 7 лет их ведомство лишено функции контроля во время стройки, и руки у них связаны. Зато развязаны у прокуроров. В прошлом году они выявили 90 фактов незаконной регистрации уведомлений о начале строительства. Надо понять вопрос, почему человек начал строить без разрешения. Может его как-то довели, или он совсем такой прям беспредельщик. У нас же как делается? Приходит человек, он берет разрешение в ГАЗ, там еще каких-то двух-трех, и все. Потом начинают приходить другие, и говорят, вы здесь то неправильно сделали, это неправильно сделали. Поэтому мы вам это не дадим заключения. Это и в итоге человек вот так. Либо в НАВИ устроится бизнесмен, либо какие-то ходят, пороги обивает. Чтобы избежать этого, в Шымкенте намерены создать фронт-офис, усадить в нем представителей всех госорганов, которые должны выдавать разрешение на стройку и ввод в эксплуатацию объектов. Это должно облегчить хождение за справками для стройки и сократить количество незаконных строительств. К примеру, за два года в мегаполисе выявлено почти 2300 домов на самозахваченных землях. Они без документов, но как-то умудрились подключиться к электричеству, газу и воде. Выселять ли из таких домов людей, будет решать суд. Будем через суд их сносить, которые непригодны, а пригодны. Мы будем решать вопрос, как будем их выселять. Людей там живут, подключили все коммуникации. У нас тоже вопросы сейчас насчет коммуникации, как они подключили без госорганов, без оставляющих документов. Мы сейчас прорабатываем с прокуратурой. По количеству таких домов в Шемкенте отличились микрорайоны Интымак и Достык. Правда, в этом году прокуроры планируют проверить и другие территории Шемкента. Марина Низовкина, Виталий Занитинов. Это Микенбизнес. Шемкент.